БЕРЦОВЫЕ КОСТИ Эпиграф Они сошли в преисподнюю с воинскими доспехами и положили мечи свои под голову. Очень было грустно видеть обращение старухи. Принц Акули бросил боязливый взгляд в сторону дерева куку, и под сенью которого только что уселась с работой старая вахийная женщина. «Да», — продолжал он, почти уныло кивнув мне. В последние годы Хевелани вернулась к старым обычаям и старым верованиям. Разумеется, тайна. И верьте мне, она была порядочный коллекционер. Вы посмотрели бы ее коллекцию костей. Они у нее стояли по всей комнате в огромных сосудах. Это были кости почти всех ее родственников, не считая какого-нибудь полудесятка, который Капао выхватил у нее из-под носа, первым добравшись до них. Страшно было слушать их, когда они ссорились из-за этих костей. У меня мурашки бегали по спине, когда я мальчиком заходил в ее огромную комнату, где царил вечный сумрак. Ведь я знал хорошо, что вот в этом сосуде находится все, что осталось от моей внучатой тетки с материнской стороны. А вот в этом кувшине, мой прадед, что во всех этих сосудах хранятся останки моих предков, семя которых прошло века и воплотилось во мне, живом, полном дыхании существе. Хевелани в конце концов превратилась в подлинную туземку и спала на циновке на твердом полу. Она изгнала из своей спальни огромную великолепную кровать под балдахином, подаренной ее бабушке лордом Байроном, кузеном автора Дон Жуана, прибывшим сюда на фрегате «Блонд» в 1825 году. Она вернулась ко всем туземным обычаям. Она стала откусывать сырую рыбу перед тем, как бросить ее своим слугам. Она давала им доедать свою кашу по-йи, вообще все, что не могла сама доесть. Принц Акули вдруг оборвал повествование, и потому как расширились его ноздри и как изменилось выражение его подвижных черт, я понял, что он почуял что-то в воздухе и определяет запах оскорбившей его. «Что б его черт побрал!» — крикнул он мне. «Вонь до небес! И мне придется держать его на себе, пока нас не выручат!» Насчет предмета его отвращения не могло быть ошибки. Старая ведьма плела превосходнейший венок леи из плодов хала. Она разрезала многочисленные доли ореховидной оболочки плода на колокольчатые части, которые нанизывала на тугую крученую заболонь дерево хау. Без сомнения, запах стоял до небес. Но мне, малахейне, новичку, этот винный и пряный запах плода не был неприятен. Дело в том, что лимузин принца Акули сломался на расстоянии четверти мили отсюда, и нам пришлось искать приюта от солнца в этом горном жилье, настоящей беседке. Хижина была убогая, под соломенной кровлей, но зато стояла среди редких бегоний, распустивших свои нежные цветы футах в двадцати над нашей головою. Бегонии походили на деревья. Стволы у них были, как у ивы, толщиной в человеческую руку. Здесь мы освежились кокосами и послали ковбоев за несколько миль на ближайшую телефонную станцию вызвать из города машину. Нам даже виден был этот город, метрополия Алаконы, Лаконайи, рисовавшейся за полями сахарного тростника дымкой на береговой линии, окаймленной венцом пены у рифов и голубой дымкой океана на горизонте, где остров Оаху мерцал мутным опалом. Мауи — долинный остров Гавайи, а Кауаи — садовый остров. Но Лакопаи, лежащий рядом с Оаху, и в прошлом, и ныне, и приисно считается жемчужным островом этой группы. Это не самый крупный, но и не самый мелкий остров. Все согласны с тем, что Лаконайи — самый дикий и самый прекрасный в своей дикости и самый благородный из всех островов. Он дает лучшие урожаи сахара, прекрасный жирный горный скот. Дожди на нем падают в изобилии, не причиняя, однако, вреда. На Кауаи он похож тем, что это остров первозданный и потому древнейший. Его лава имела достаточно времени превратиться в богатейший чернозем, а ущелья между древними кратерами размылись до того, что стали похожи на большие каньоны реки Колорадо с бесчисленными водопадами, свергающимися с тысячи футов. Они рассыпаются пеленой пара и исчезают на полпути, спускаясь миражами радуги, как роса или частый дождик, падающий над пропастью. Впрочем, Лаконайи легко описать. Но как описать принца Акули? Чтобы узнать его, нужно изучить всю подноготную Лаконайи, а кроме того, в совершенстве узнать и остальную часть земного шара. Во-первых, принц Акули не имел ни признанного, ни законного права именоваться принцем. Во-вторых, Акули значит каракатица, так что принц каракатица едва ли достойный титул для прямого потомка древнейших и самых высоких Алии, высших вождей Гавайи. Род древний и исключительный, в котором по обычаю египетских фараонов братья и сестры вынуждены были сочетаться браком по той причине, что не могли брачиться ни с кем ниже себя по рангу. Во всем известном им мире не было равного или более высокого рода, а династия во всяком случае должна была продолжаться. Я слышал певцов-историков принца Акули, он их унаследовал от своего отца, которые распевали нескончаемые генеалогии, доказывавшие, что он знатнейший Алии во всем мире. Начиная с Ваккеа, их Адам, и Папа, их Ева, они проследили генеалогию через столько поколений, сколько букв в алфавите. Донанакаоко, первого предка, родившегося на Гавайи, жену которого звали Кахихиокалани. Еще раньше, сохраняя свой ранг, их род откололся от рода Аа, основателя двух линий царей, Кауаи и Оахау. В XI веке по Рождестве Христовом, по свидетельству историков Лаканаи, в ту пору, когда братья женились на сестрах за неимением достойных супруг, их род получил примесь новой крови от рода, восходившего чуть ли не до неба. Некий Куикемаха приплыл с острова Самоа на огромном двойном каное. Он женился на одной лаканайской Алии, и когда его три сына выросли, отправился с ними на Самоа, чтобы привезти своего младшего брата. Но привез он Куми, сына Туи-Мануа, род которого считался высочайшим во всей Полинезии, и только на одну ступень был ниже богов и полубогов. Таким образом, драгоценное семя Куми за восемь столетий до этого вошло в кровь лаканайских Алии, и через них по прямой линии воплотилось в принца Акули. Его я впервые встретил в офицерской столовой Черной гвардии в Южной Африке. Говорил он тогда с оксфордским акцентом. Это было как раз перед тем, как знаменитый полк был изрублен в кашу при Маггерс-Фанитейне. Принц Акули имел такое же право на эту столовую, как и на свой акцент, ибо воспитывался в Оксфорде и находился на королевской военной службе. С ним в качестве его гостя, приехавшего посмотреть войну, был принц Купидон. Это было его прозвище, но он подлинный принц всей Гавайи, включая и лаканайи, а настоящий и законный титул его принц Иона Кухио Каланиана Лоле. Он стал бы настоящим царем Гавайи, если бы не произошла революция Хаоле, аннексия. То обстоятельство, что генеалогия принца Купидона была ниже принца Акули, происходившего от неба, не имело значения, ибо принц Акули мог бы быть царем Лаканайи и всей Гавайи, если бы его деда в прах не расколотил первый и величайший из всех Камеха-Меха. Это событие произошло в 1810 году в цветущие дни торговли сандаловым деревом. Тогда же смирился король Кауаи и ел из рук Камеха-Мехи. Дед принца Акули получил свою трепку и подчинился, ибо он был человек старой школы, он не умел утверждать островной власти языком пороха и артиллеристов Хаоле. Камеха-Меха, более дальновидный, уже брал к себе на службу Хаоле, в том числе таких людей, как Айзек Дэвид, штурман и единственный оставшийся в живых из перебитого экипажа шхуны прекрасная американка, и Джон Юнг, пленный боцман шхуны Элинор. Айзек Дэвид с Джоном Юнгом и другими авантюристами при помощи шестифутовых медных коронат с захваченных Эфигенией и прекрасной американки уничтожили военные каное и привели в смятение сухопутных бойцов короля Лаканаи и в награду получили от Камеха-Мехи, согласно условию, Айзек Дэвид, 600 зрелых жирных свиней, Джон Юнг, 500 таких же порнокопытных. Итак, в результате всех этих бурных страстей, падения первобытных культур, кровожадных убийств, яростных сражений и браков с младшими братьями полубогов, появился лощеный, с оксфордским акцентом, современный до кончиков ногтей принц Акули, принц Каракатица, чистокровный полинезиец, живой мост через тысячу веков, мой товарищ, приятель и спутник по сломавшемуся лимузину, ценой в 7 тысяч долларов, застрявший вместе со мной в раю бегоний на высоте полутора тысяч футов над уровнем моря и метрополии его острова Аллаконы. От скуки он стал рассказывать мне о своей матери, которая на старости лет вернулась к своей древней религии и древнему идолопоклонству, занялась коллекционированием и окружила себя костями тех, кто были ее предками во тьме веков. Манией коллекционирования положил начало царь Калакао на острове Оаху, говорил принц Акули, а его жена, королева Каниолани, заразилась от него этой страстью. Она собирала все решительно, старые циновки Макалоа, старые Тапа, старые тыквенные бутылки, древние двойные Каноэ и идолов, которых жрецам удалось спасти от всеобщего истребления в 1819 году. Я давно не видал рыболовных крючков из перламутра, но могу поклясться, что Калакао набрал их несколько тысяч, не говоря уже о крючках из человеческих костей, о плащах из перьев, о шлемах, каменных шильях и пестах фаллической формы для толчения пои. Когда он и Капиолани объезжали в царской процессе острова, жителям приходилось прятать свои личные реликвии. Царю в теории принадлежит все имущество подданных, а у Калакао, когда дело касалось старинных вещей, теория превращалась в практику. От них мой отец Канао заразился страстью к коллекционированию. Заразилась и Хевелани. Но отец был человек современный до кончиков ногтей. Он не верил ни в богов, ни в кахуна, жрецов, ни в миссионеров. Он не признавал ничего, кроме сахарных акций и породистых коней. И считал своего деда дураком за то, что тот не догадался набрать коллекцию Айзеков, Дэвисов, Джонов, Юнгов и медных коронат перед тем, как начать борьбу с камехомехой. И так он собирал редкости как истый коллекционер. Но мать относилась к этому делу серьезно. Вот почему она остановилась на костях. Помню также, был у нее безобразный древний каменный идол, перед которым она с воем ползала по полу. Теперь он находится в музее. Я отправил его туда после ее смерти, а ее коллекцию костей в королевский мавзолей Аллакона. Не знаю, помните ли вы, что отцом ее был Кауку. Это был гигант. Когда построили мавзолей, его кости, прекрасно сохранившиеся и чистые, были взяты из тайника и перенесены в мавзолей. У Хевелани был старый вассал Ахуна. В одну ночь она украла у Канау ключи и заставила Ахуну выкрасть кости ее отца из мавзолея. Я это знаю, наверное. Он, без сомнения, был гигант. Она хранила его кости в одном из больших сосудов. Однажды, когда я был уже довольно большим мальчиком и горел любопытством узнать, действительно ли Кауку был так огромен, как рассказывали легенды, я вытащил из сосуда его нижнюю челюсть и примерил на себя. Я вдел в челюсть свою голову, и она окружила мою шею и плечи, как хомут. Все зубы сохранились в челюсти, белые, как фарфор, без малейших дырочек, с нисколько не потемневшей и не потрескавшейся эмалью. За это святотатство мне задали хорошую порку, хотя матери пришлось призвать на помощь старого Ахуну. Но инцидент пошел мне на пользу. Он дал матери уверенность, что я не боюсь мертвецов, и обеспечил мне курс в Оксфорде. Вы это узнаете, если автомобиль задержится. Старый Ахуна был подлинно старозаветный слуга, верный и преданный как раб. Он больше мог порассказать о предках моей матери и отца, чем оба они вместе. И он знал то, чего не знал ни один живой человек. Вековое кладбище, где были спрятаны кости большей части предков матери и предков Канау. Канау никак не мог выудить этого секрета у старика, который видел в Канау вероотступника. Долгие годы Хевелани боролась со старым лукавцем Ахуной. Как ей, наконец, удалось настоять на своем, мне неизвестно. Разумеется, она была верна своей вере. Это могло способствовать тому, что Ахуна немножко размяк. А может быть, она его застращала. Она знала немало древних заклятий и умела издавать звуки, показывавшие ее близкое знакомство с Ули, самым главным богом колдунов Гавайи. Она могла перещеголять любого обыкновенного Кахуна-Лапаау, ведуна, на молитве Ланопуха и Колиамоку. Толковала сны и видения, предзнаменования и болезни желудка, выводила на чистую воду жрецов лекарского бога Майола, заводила такие причитания пуля Хея, что у тех голова начинала кружиться и утверждала, что знает Кахуна-Хоэпохо современный спиритизм. Я сам видел, как она пила ветер, наводила порчу и прорицала. Она была в самых коротких отношениях Суамакуа, которым приносила жертвы на алтарях разрушенных храмов Хеяу, бормоча при этом молитвы столь же жуткие, сколи непонятные для меня. А старого Ахуну она заставляла бросаться на пол, завывать и кусать себя. Впрочем, я убежден, что она получила над ним власть благодаря так называемой Анаана. Ножницами для маникюра она отрезала прядь его волос. Мы называем это Мауну, что означает наживка. И она дала ему понять, что этот клок волос заколдован у нее. Она намекнула старику, что зарыла волосы в землю и каждую ночь приносит жертвы и заклинает Ули. «Это и есть замаливание до смерти?» спросил я принца Акули, воспользовавшись минутой, когда он закуривал папиросу. «Вот именно!» кивнул он. И Ахуна не устоял. Сперва он пытался найти место, где были спрятаны его волосы. Не успев в этом, он нанял для того же знахаря Пахиухиу. Но Хевелани пригрозила знахарю сделать над ним Аполлео. Это способ лишить человека речи, не причиняя ему другого вреда. Ахуна зачах и с каждым днем все более становился похож на покойника. В отчаянии он обратился к Канау. Случайно я при этом присутствовал. Вы уже слышали, что за человек был мой отец? «Свинья!» говорил он Ахуне. «Свиные мозги! Вонючая рыба! Умирай и пусть это кончится! Ты дурак! Все это вздор! Ровно ничего страшного! Пьяный хаолик Говард может доказать, что миссионеры не правы! Джин доказывает, что Говард не прав! Доктора говорят, что он не проживет и шести месяцев! Даже Джин лжет! Жизнь также лжет! Пришли тяжелые времена, цены на сахар упали, среди моих племенных кобыл падеж! Как бы я хотел заснуть лет на сто! И, проснувшись, узнать, что цена на сахар поднялась вдвое! Отец был философ, желчный ум и манера выбрасывать отрывистые афоризмы. Он хлопнул в ладоши. «Принеси большой стакан!» скомандовал он. «Нет, принеси два стакана!» Потом повернулся к Ахуне. «Ступай и подыхай, старый язычник, исчадь детьмы, язва преисподней! Но не умирай в нашем доме! Я хочу веселья и смеха, сладкого щекотания музыки и красоты молодых движений, а не карканье больных жаб и пучеглазых покойников, еще держащихся на своих дрожащих ногах! Я сам стану таким, если буду долго жить! И всегда буду жалеть, если проживу долго! За каким чертом я вложил последние две тысячи долларов в плантации Кертиса? Говард предупреждал меня, что цены упадут, а я думал, что он врет с пьяна. Кертис размозжил себе голову. Его главный Луна бежал с его дочерью. Химик сахарного завода заболел тифом, все пошло к черту! Принц захлопал в ладоши, вызывая слуг, и скомандовал «Приведите певцов и танцовщиц Хула, да побольше, и пошлите за старым Говардом, кому-нибудь надо же расплачиваться, и я хочу сократить на месяц оставшиеся ему полгода жизни, но главное музыка, пусть будет музыка, она крепче хмеля и быстрей опиума». О, это врачующая музыка! Его отца, старого дикаря, однажды угощали на борту французского фрегата, и там он в первый раз в жизни услышал оркестр. Когда маленький концерт кончился, капитан спросил любезно гостя, какая пьеса ему понравилась больше всего. Деду пришлось описать эту музыку, и как вы думаете, что ему понравилось? Я отказался угадывать. Принц закурил новую папироску. Разумеется, первое, не пьеса, но настраивание инструментов. Я кивнул, изобразил в глазах и на лице улыбку, а принц Акули, снова бросив опасливый взгляд на старую Вахину и на ее халолей, который она успела наполовину сплести, вернулся к повествованию о костях своих предков. Так вот, в этой стадии игры старый Ахуна уступил Хевелани. Нельзя сказать, чтобы он окончательно сдался, но он заключил компромисс. Если он доставит ей кости ее деда, отца Кааку, бывшего по преданиям еще раз слее своего исполинского сына, то она вернет Ахуне его прядь волос, при помощи которой начала замаливать его до смерти. Ахуна со своей стороны поставил условием, что его не заставят выдать тайну всего кладбища с прахом всех лаконайских Алии до седой древности. Но так как он был слишком дряхл, чтобы в одиночку пуститься в столь рискованную экспедицию, то ему должен был помочь кто-нибудь, кому поневоле пришлось бы узнать тайну. И выбор пал на меня. Я был самый высокий Алии после моего отца и матери, и они были отнюдь не выше меня рангом. Так я появился на сцене. Меня вызвали в сумрачную комнату, где я застал двух старых людей, якшавшихся с мертвецами. Замечательная была парочка. Мать, растолстевшая до безобразия, и Ахуна, тощий, как скелет. Мать производила впечатление, что если положить ее на спину, то она не сможет повернуться без помощи блоков и веревок. Ахуна же наводил на мысль, что если эту зубочистку ткнуть, то она расколется на тонкие щепочки. Когда они объяснили мне, в чем дело, пришла новая пеликия, беда. Отец заразил меня своим неверием. Я отказался отправиться на похищение костей. Я заявил, что мне плевать на кости всех Алии моего рода. Видите ли, я незадолго перед тем открыл Джулия Верна, которого мне дал старый Говард, и зачитывался им до одурения. Кости! На что мне кости, когда существуют северные полюсы, центры Земли и волосатые кометы, на которых можно путешествовать среди звезд? Разумеется, я не желаю отправляться ни в какую экспедицию за костями. Я указал, что отец еще здоровый человек и может отправиться куда надо, поделив с матерью кости, какие и добудет. Но мать ответила, что он только жалкий коллекционер, что-то в этом роде, лишь в более сильных выражениях. Я знаю его, уверяла она меня, он готов прозакладывать кости родной матери на бегах или проиграть в карты. Я стоял за отца, когда дело касалось современного скептицизма, и объявил матери, что все это вздор. «Кости», сказал я, «что такое кости? Даже у белых мышей, у крыс и у тараканов есть кости, хотя тараканы носят свои кости поверх мяса, а не внутри его». «Разница между человеком и другими животными», объяснил я матери, «не в костях, а в мозгах». «Помилуй, у быков кости куда крупнее, чем у человека, и сколько я съел рыб, у которых куда больше костей, а за китом так и всем не угнаться по части костей». Выражался я весьма откровенно, такова уж наша гавайская манера, если вы знаете. В ответ на это, с такой же откровенностью, мать пожалела, что не вышвырнула меня вон грудным младенцем, сейчас же после моего появления на свет. Потом стала оплакивать час моего рождения, отсюда оставался только шаг до ана-ана, до того, чтобы проклясть меня. Она пригрозила мне этим, и тогда я совершил величайший подвиг мужества в своей жизни. Старый Говард подарил мне нож со множеством лезвий, со штопором, с отвертками и всякими штуками, включая маленькие ножницы. Я начал подстригать себе ногти. «Вот», сказал я, выложив ей на руку обрезки, «Смотри, что я думаю об этом, вот тебе сколько угодно, иди и наводи на меня порчу ана-ана, если можешь». Я сказал, что это был мужественный поступок. Несомненно, так. Мне было всего пятнадцать лет, всю свою жизнь я провел в окружении таинственных предметов, тогда как мой скептицизм совсем недавнего происхождения покрывал меня весьма тонким слоем. Я мог быть скептиком на дворе под лучами солнца, но я боялся потемок. И в этой сумрачной комнате с костями покойников, повсюду лежащими в огромных сосудах, старуха пугала меня. Но я не сдавался. И моя бравада оказалась сильнее. Мать бросила обрезки ногтей мне в лицо и залилась слезами. Слезы пожилой женщины, весящей триста двадцать фунтов, мало внушительны, и я закоснел в своей гордыне. Тогда она переменила тактику и принялась беседовать с мертвецами. Мало того, она их вызвала в комнату. Я ничего не видел, а хуна же умудрился заметить отца Каау-Ку в углу комнаты, упал на пол и взвыл. Стало и мне казаться, что я почти видел старого исполина, только не мог как следует разглядеть его. Пусть он сам за себя говорит, сказал я. Но Хевелани продолжала говорить за покойника и передала мне торжественное повеление отправиться с Ахуной на кладбище и принести кости, нужные моей матери. На это я ответил, что если мертвецов можно убедить изводить живых людей изнурительными болезнями, и если мертвецы могут переноситься из места своего погребения в угол комнаты, то я не понимаю, почему бы им прощаясь с нами для возвращения в среднюю вселенную, верхнюю вселенную, нижнюю вселенную или вообще туда, где они живут, когда они ходят в гости, не оставить своих костей в комнате, где их так удобно положить в сосуды. После этого мать взялась за бедного старика Ахуну. Она напустила на него дух отца Кау-Ку, который как будто бы прикорнул в углу и приказывал Ахуне открыть ей тайну кладбища. Я пытался ободрить Ахуну, советовал предложить покойнику самому открыть этот секрет, ведь он знает его лучше кого бы то ни было, раз живет там уже больше сто лет. Но Ахуна был человек старой школы, скептицизма в нем не было ни на йоту. Чем больше стращало его Хевелани, тем больше катался он по полу и тем громче хныкал, но когда он начал кусать себя, я сдался. Мне стало жаль старика, да и залюбовался я им. Это был изумительно твердый человек, несмотря на всю свою духовную темноту. Обуянный страхом тайны, тяготевшей над ним, простодушно веря в заклинания Хевелани, он был раздираем внутренними противоречиями. Мать была его живая Алии, его Алии Капо, священная предводительница. Он должен был хранить верность ей, но еще больше, обязан он был верностью всем мертвым и исчезнувшим Алии, которые полагались на него, уповая, что он не даст потревожить их кости. Я сдался. Но я выставил свои условия. Отец мой, человек новой школы, не пускал меня в Англию учиться. Падение цен на сахар было для него достаточной причиной. Моя мать, человек старой школы, также отказывала мне в этом. Своей темной душой она мало ценила образование, но однако понимала, что образование ведет к неверию, к неуважению старины. А я хотел учиться. Хотел изучать искусство, науки, философию, знать все, что знает старый Говард, все, что позволяло ему, стоя одной ногой в могиле, бесстрашно насмехаться над суевериями и давать мне читать Джулия Верна. Он в свое время учился в Оксфордском университете и заразил меня тягой в Оксфорд. Кончилось тем, что Ахуна и я, старая школа и новая школа, заключили между собой союз и победили. Мать обещала заставить отца послать меня в Англию, хотя бы ей даже пришлось напоить его. Говард будет сопровождать меня, дабы я мог пристойно похоронить его в Англии. Чудак он был, этот старый Говард. Позвольте рассказать вам о нем маленький анекдот. Это было в ту пору, когда Калакауа отправился в свое кругосветное путешествие. Помните, еще Армстронг и Джет и пьяный лакей немецкого барона сопровождали его. Калакауа предложил Говарду, но тут на принца Акули свалилась беда, которой он давно опасался. Старая Вахина окончила свою Леи Хала. Босоногая, без всяких женских украшений, одетая в рубаху исполинялой бумазеи, с увядшим старым лицом и изуродованными работой руками, она пала перед дневниц и затянула в его честь Мелия, предварительно надев ему на шею Леи. Венок. Правда, Хала одуряюще пахла, но поступок старухи был прекрасен, и сама старуха показалась мне прекрасной. Под свежим впечатлением рассказа я невольно представил себе, что она похожа на Ахуну. О, действительно, быть Алии на Гавайи, даже во вторую декаду XX века, вещь нелегкая. Алии при всей своей современности должен быть снисходителен и величественно внимателен к старым людям, целиком принадлежащим прошлому. И этот принц без царства, его возлюбленный остров давно уже был аннексирован Соединенными Штатами, присоединенный к их территории вместе с остальными Гавайскими островами, этот принц ничем не выдал своего отвращения к запаху хала. Он наклонил голову, и его приветливые слова, произнесенные на чистом гавайском языке, без сомнения остались в сердце старухи счастливым воспоминанием до конца ее дней. Гримаса, которую он украткой сделал в мою сторону, не появилась бы на его лице, если бы оставалась хоть малейшая вероятность, что старуха заметит ее. И так начал принц Акули после того, как Вахина удалилась. Мы с Ахуной отправились в нашу грабежную авантюру. Вы слыхали о железном береге? Я кивнул. Мне очень хорошо знакома картина этих застывших лавой берегов, как бы окованных железом. Ни для высадки, ни для якоря там совершенно нет места, видны только страшные отвесные стены утесов высотою в тысячи футов, вершины их уходят в облака и исчезают в дождевых шквалах, а основания омываются огромными волнами, разлетающимися мириадами брызг, и днем, и ночью от облаков до моря стоит здесь пелена пара от скачущих водопадов и непрестанно играют лунные и солнечные радуги. Так называемые долины, а в действительности трещины, прорезывают кое-где циклопические стены, открывая путь к безумно высоким и отвесно обрывистым плоскогорьям, почти недоступным ноге человека, и только дикие козы отваживаются туда забираться.